Всем привет! Если у вас когда-нибудь была карточка PrivatBank, и она у вас уже давно закончилась, это никак не означает, что с нее по-прежнему нельзя делать платежи. Более того, без вашего ведома. В этом видео я вам расскажу, как я потерял в PrivatBank 134 тысячи гривен. Но по всем по порядку. Как вы знаете, что когда вы приходите в PrivatBank, у вас есть возможность открыть дебетовый счет и сразу вам выдают моментальную карточку. Она без вашего имени и фотографии. А уже попозже вам выдают уже постоянную карточку с вашей фамилией и вашей фотографией. Много лет тому назад так же сделал я, открыв счет PrivatBank, дебетовый. У меня была сначала моментальная карточка, а потом уже постоянная. Вот, собственно, сейчас она у меня в руках. Я ее держу перед вами. На днях я зашел в свой Privat24 и с удивлением обнаружил, что я должен PrivatBank 134 тысячи гривен. Никаких покупок я не совершал. Карточка, естественно, я уже давно не пользуюсь. Да и вообще, срок действия этой карточки истек 8 августа 2017 года. Я сейчас увеличу поближе, чтобы было видно. Как указано, собственно, Privat24, эта карточка действительно просроченная. Это подтверждает сам Privat24. Но в списке транзакций мы видим, что 30 сентября 2018 года была совершена покупка на сумму 133 905 гривен. Что в пересчете на доллары 4726 долларов. Как же так, подумал я, никаких покупок я не совершал. Карточка просроченная. Что вообще происходит? В деталях платежа я внимательно присмотрелся и увидел, что деньги были сняты с другой карточки, которая заканчивается на 4 цифры 2764. Дело в том, что этой карточки у меня вообще нету в списке Privat24. И на руках у меня этой карточки также нет. Нет. Я стал думать, а что, собственно, это за карточка? И я понял, что, скорее всего, это именно та карточка, которая была выпущена моментально, без моей фамилии, еще в самом начале, когда оформлял счет. Поскольку у меня карточки не было на руках, я попросил своих родных в Украине, чтобы они посмотрели дома, есть ли у меня эта карточка где-нибудь там на моих полках. И да, действительно, эта карточка нашлась. Она находится сейчас в городе Киеве. Я попросил сфотографировать ее на фоне сегодняшней газеты, чтобы это было видно, что, действительно, эта карточка сейчас находится в Украине. Газета, как видно, от 8.10.2018 года. Карточка заканчивается на 2764. Дебетный счет. Это именно та карточка, которая, собственно, привязана к основной вот этой карточке. А у них общий совместный счет у этих двух карт. Я обратился в службу Privat24, собственно, с вопросом, а что происходит. Никаких платежей не совершал, карточки просрочены. Они мне дали адрес, что, оказывается, платеж был совершен 30 сентября 2018 года в Лас-Вегасе в неком СТО. То есть человек пришел в СТО и рассчитался карточкой, которая просроченная и которая находится в Украине на сумму почти 5000 долларов. То есть поразительно. При том, что в это время, 30 сентября, я сам находился во Флориде. А карточка находится в Украине. И она просроченная. Стоит также обратить внимание, что на момент транзакции у меня на счету оставалось в районе 2000 гривен. И при этом PrivatBank позволил провести транзакцию на сумму 133 905 гривен. Что сейчас составляет у меня на счету минус 133 395 гривен. Это дебетный счет. То есть они загнали меня в минус на 131 тысячу гривен, проведя такую вот транзакцию. Собственно, я подал, естественно, оспаривание этой транзакции. И PrivatBank торжественно мне сообщил, что да, действительно, мы оспариваем эту транзакцию. Но нам на это понадобится 120 дней. 120 дней. Им нужно, чтобы провести проверку этого платежа. Я, на самом деле, не специалист по платежным карточкам. Возможно, технически грамотные люди подскажут, каким образом можно было рассчитаться в магазине, на СТО, в терминале карточка, которая физически находится в Украине и карточка, которая физически уже истек срок годности. То есть она недействительная. Как такое вообще могло произойти? Я лично не знаю. Возможно, это какое-то мошенничество. Возможно, это как-то связано с моей деятельностью. Может, кто-то так постарался для меня сделать такой подарок. Потому что вы знаете, как меня любят в Украине и не упускают возможности сделать что-нибудь неприятное в мой адрес. Потому что жду какой-то результат расследования, результат проверки. Ну а вы проверяйте свои карточки. Ведь оказывается, что даже если карточка у вас просроченная, то есть карточки у вас уже, собственно, и нет. Вы выбросили ее вообще несколько лет тому назад. То с нее по-прежнему можно делать платежи, рассчитываться в магазинах без вашего участия, без вашего ведома. Но хочу обратить внимание, что, собственно, откуда вообще могли узнать номер этой карточки, с которой сделали платеж, который уже просроченная. Дело в том, что этот номер ранее я указывал в описаниях под видео на YouTube и на сайте Дорожный контроль, как счет для тех, кто хочет помочь каким-то пожертвованиям, каким-то донейшинам в адрес Дорожного контроля. Собственно, карточка сама уже не работает, но счет был ранее опубликован. Возможно, возможно, да, мошенники взяли этот счет, но каким образом они могли провести платеж по просроченной карточке, да и вообще в Лас-Вегасе, и, возможно, это была поддельная какая-то транзакция, я не знаю. Но, во всяком случае, рассказывая о такой интересной ситуации, будьте на чеку, буду вас информировать, собственно, о результатах проверки приватбанком этой интересной транзакции. Субтитры создавал DimaTorzok